Вот это все столовые приборы, которыми собираются в ближайшие дни обходиться врачи детской республиканской больницы. Медицинские работники утверждают, что ждали до последнего. Все надеялись, что предупреждение о возможной голодовке возымеет действие. И им выплатят зарплату, которую они не видели с декабря. Врачи не видели по 600 тысяч в месяц, медсестры по 400, санитарки по 200. Сегодня голодовка началась. Будем оставаться все на своих рабочих местах. Никуда уходить мы не будем. И будем заниматься своей лечебной работой. Оказывать помощь всем детям нуждающим. Но в силу нашего специфики у нас много семей чисто медицинских. Муж и жена работают в здравоохранении. Ни мы не получаем в нашей больнице. Ни муж или жена в другом лечебном учреждении не получают. Вот и представьте себе ситуацию. В семье денег нет. Я буду голодать до тех пор, пока мне не выплатят все мои долги, которые мне должно государство. До тех пор я буду голодать. Пусть я здесь умру, пусть дети останутся без матери, но я буду до тех пор голодать. Голодовка будет, что называется, мокрой, с водой и чаем. Из 800 членов коллектива больницы отобрали 43 человека. Тех, кто готов и способен пойти на такую акцию. Протянем, пока протянем. Пока не выполнят наши требования и пока позволят наше физическое состояние. Врачи детско-республиканской больницы требуют не только свою зарплату, но и готовы пострадать за всю медицину Карелии. А главное, за своих пациентов. Долг больницы только за медикаменты уже превышает 4 миллиарда рублей. Страшно за больных детей, которым вскоре мы просто не сможем ничем помочь, кроме своих рук. И сегодня, в понедельник, тот же самый же завтрак. Чай и кусочек сыра с кусочком хлеба. Вот чем мы будем сейчас кормить в обед, чем мы будем кормить детей на завтра, это неизвестно. Вообще это позор, когда дети, взрослые голодают и умирают от болезней, потому что у них нет денег ни на еду, ни на лечение. Нас унизили, растоптали, нас размазали по тарелке.